Полагаю, что вы удержали и держите в памяти, что христианин не прост, а сложен из естества и благодати. Хочу теперь выяснить вам, что спасенные, те, кои войдут в Царствие Божие вечное, суть только те, в которых благодать не пребывает сокрытую, а раскрывается, проникает все наше существо и делается видной даже вовне, поглощая будто собою естество наше. Вонмите слово Спасителя. Он говорит, что Царствие Божие похоже на то, как жена, взявши закваску, влагает ее в тесто. Тесто, принявши закваску, не вдруг скисает, для этого требуется свое время. Положенное внутрь закваска мало-помалу проникает все тесто, и все тесто делается заквашенным. Хлеб из него потом выходит рыхлый, ароматный, вкусный. Так точно и благодать, влито будучи в естество наше, не вдруг проникает его все, но мало-помалу. Потом, когда проникнет все, все естество становится облагодатствованным. И дела, какие делает потом человек, все суть дела особого рода, хотя на вид они такие же дела, как и у всех других, но с особым ароматом, особым вкусом и особым звуком. Бог их только и приемлет, как особенные ему приятные дела. Беру другое сравнение в пояснении того, как благодать, когда ей дают простор действовать, проникнув все естество наше, выходит потом наружу и бывает видна для всех, способных видеть. Подобно тому, как огонь, проникая железо, не внутри только железо держится, но выходит наружу, и огненную свою силу являет ощутительной для всех, так и благодать, проникнув все естество наше, становится потом осязательно видимой для всех. Все приходящие в соприкосновении с таковым облагодатствованным чувствуют присущую в нем необыкновенную силу, проявляющуюся в нем разнообразно. Станет он говорить о чем-либо духовном, все у него выходит ясно, как среди дня, и слово его прямо идет в душу, и там властно слагает соответственные себе чувства и расположения. Да хоть и не говорит, так веет от него теплота, все согревающее, и сила некая исходит, возбуждающая нравственную энергию и рождающая готовность на всякого рода духовные дела и подвиги. Благодать Божию мы принимаем через святое крещение в младенчестве. С сего же момента она начинает в нас действовать и совершать свое дело в той надежде, что, когда мы придем в возраст, сами произвольным своим решением начнем ревностно делать все, что в деле спасения зависит от наших трудов. Когда семейство благочестивое детей воспитывает в христианских порядках жизни, благодать сама умиротворяет их внутренние, и они выходят кроткими, смиренными, послушными, милосердными, благоговейными и страха Божия исполненными. Примеры сего всюду видны. Я и на вас бы указал, если бы не боялся, что возмечтаете о себе, хоть тут пока еще нечего много о себе думать, потому что ничего еще не приложено от собственных трудов. Все, что видится хорошего, чужое есть, дано, возделано. За вами теперь стоит все это хорошее возлюбить и положить в сердце, хранить то, возвышать и множить. То правда, что вы стоите на хороших основах и поставлены на хорошую дорогу, но во всем этом не было пока еще вашего произволения и свободного решения. Если вы не приложите сего теперь, то все, в вас положенное предшествовавшим воспитанием, не будет прочно и при неблагоприятных обстоятельствах развеется, оставя за собой только приятные, а может быть, и неприятные воспоминания. Помните, что с вами было, когда вы окунулись в омут светской жизни? Кто это вас тогда томил и сокрушал сердце ваше? Все доброе в вас возгрето благодатью Божией при благочестивом семейном воспитании. За что же томили вас? За то, что вы позволили себе возыметь некоторое сочувствие к тем беспорядочным порядкам. Хоть вы не сказали мне этого, но это само собой следует из того оскорбения, какое томило вас потом. Не будь этого сочувствия, не было бы томления. И я писал вам, чтобы, если нужда заставит опять окунуться в такой же омут, не прилагали сердце ни к чему, что там увидите и услышите. И если не будете прилагать, не будете испытывать и томлений. Что-то я не слышу, бываете ли вы там, и, бывая, делаете ли так, как я писал вам. Сами смотрите, ведь вы, госпожа над собою, вступаете в возраст самостоятельного действования. Скажу только вам, что из вас выйдет или такая же пустая, суетная и страстная личность, как и все те, или ни то, ни сё. Первого рода личность выйдет, когда вы вседушно вдадитесь в ту жизнь. Тогда забудете все прошлое, доброе, святое, духовное, и станете во враждебное к нему отношение. Зная вас, я уверен, что этого с вами не случится. Но не могу отрицать возможность второго случая. Из вас может выйти ни то, ни сё, ни духовная, ни мирская, ни христианка, ни язычница. Это будет, когда вы, храня благочестные, в которых выросли порядки, не будете, однако же, блюсти сердце своего от сочувствий к порядкам светской жизни. Помните, я разумею сочувствие, а не участие, которое бывает иногда необходимо, как вы говорите. Это сочувствие не отобьет вас от прежнего, но охладит к нему, и вы будете влачиться у них по одной привычке, а не по избранию сердца. По существу дела вас не будет ни в мирской, ни в настоящей, в духовной сфере. Будете ни то, ни сё. Что же вам за это будет? То же, что присудил уже Господь в апокалипсисе одному из ангелов церквей. Вем твоя дела, яко не студен и си не тепл. О, дабы студен был и си или горяч, так а понеже тепл и си, и не студен и си не горяч, имам тебя изблевати. О, дабы студен был и си или горяч, так а понеже тепл и си, и не студен и си ниже горяч, имам тебя изблевати из уст моих. Надо быть горящую к Богу и всему божественному, и холодную ко всему светскому и мирскому. Если не окажетесь ни к светскому ни холодную, ни к божескому ни горячую, а к тому и другому полутеплую и полухолодную, то будете отвергнуты Богом. Как же быть? Надо теперь же избрать сердцем святую, богоугодную, духовную и христианскую жизнь, теперь именно, когда вы вступаете в период самостоятельной жизни. К этому у меня вся речь идет. Изберете, избавитесь от беды, быть ни то ни сё. Благослови вас Господи и вразуми.